Микрофон 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 Это приятно. Peace! Вопрос. Мы хотим узнать личные истории. Я расскажу их тебе когда-нибудь. Что вас сюда сегодня привело? А, не что, а кто? Галина, собственно говоря. Моя замечательная подруга Галя привела меня сегодня сюда. Чего я безумно рада, потому что это очень весело и заставляет мозг шевелиться. Я завидую вам, что у вас есть такая подруга Галина и завидую себе, что она у меня тоже есть. У нас есть коуч, который у нас не первый раз. Да. Расскажите, как вы проводите свои мероприятия. Я знаю, у вас было шикарное мероприятие недавно. И вы даже разыграли у нас билет. И кто-то выиграл. А наши люди пришли к вам? Да. Ваши люди, кажется, у нас были. Просто у нас было 45 человек. И достаточно было сложно из них разглядеть, кто откуда пришел. Но это было здорово. Всем очень понравилось. У нас было такое огромное количество положительных отзывов после этого класса. После этого мы уже сделали онлайн-марафон. Уже провели полезный бранч, который сейчас будет проводиться каждые две недели. По четвергам или пятницам. Марафон проходит 18 дней. От 18 до 21. Ну, в общем, в формате трех недель. Каждые три дня я сбрасываю в мессенджер. Этот марафон проходил в WhatsApp. Я сбрасываю туда задания в виде голосовых сообщений. Сначала даю блок теории, потом даю задания. И самая основная фишка в чем? В том, что участники должны сбрасывать ежедневные фотоотчеты о том, что они выполнили задания. И если они не делают этого в течение двух раз, на третий раз они вылетают. Ну, я имею в виду, у них мозгобойня. Я думаю, что мы сегодня займем первое место. Я не уверен, но может быть. Ну, вы там постараетесь? Мы постараемся. Вы там что-то подшаманите? Подшаманим, спасибо. Ты все думаешь, а они уже здесь. Куда мне? Кучерявый. Сюда. Тебя прозвали кучерявый, хоть я не вижу кучеряшек, но по-быстрому нам скажи, почему людям кажется, что ты кучерявый? Ну, наверное, потому что волосы, которые растут на моей бороде, если их я долго-долго отращу, то они становятся немножко кучерявыми. Вот, а в принципе, когда я работаю на таких ивентах, где тоже приходят кучерявые волосы, я распускаю свою косу, и она как бы немножко... Итак, момент, момент. Мне нравится, и получается, что прямо то, что вот нужно. В образ, в образ вошли. У нас даже есть человек в команде, она даже ушла сейчас, она ненавидит эту косу. Вот это номер! Она мне так подошла и сказала, Леш, что это за... Понятно, нецензурная брань. Нецензурная брань, но так мы с ней подружились. Ну, выглядит красиво и так, и по-другому. Спасибо. То было слишком запланировано, был написан сценарий, а наш режиссер посмотрел, сказал, не верю, не верю. Станиславский перевернулся в могиле и закричал, не верю. Скажите, вот как вы оставляете детей и приходите на мозгобойню? Вот так вот всю ночь с нами тут воюете. На самом деле, наши дети знают, что такое мозгобойня, и они как боевое крещение такие. И они понимающие остаются с няней. Да, да, благословляют нас. Они бы сами уже сюда притопали, если честно говоря, да. Старший уже рвется на детскую мозгобойню. Детскую мозгобойню? Да. Мы будем работать. Кстати, кстати, да. А что вот, какие первые слова они вам говорят, или какими словами напутствуют вас, когда вы уходите? Они, по крайней мере, не рыдают и говорят, на мозгобойню? А, окей, все, спокойно можете идти. Мне нравится мозгобойня. Мозг. Не то, что болит, а то, что говорит. У вас есть рубуки. Да, да, да. Расскажите про книги. Это, 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 это часть моей души, на самом деле. Это великолепный книжный проект, русские книги для детей и для их родителей. Вы всегда выигрываете, потому что вы жара, и вы приводите кучу народа. Спасибо. Какой вы кухню предпочитаете? Россию. Тайскую, да. Тайскую, дружно все сказали. Тайскую. 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 Нет, человеческую не надо. Тайскую, лучше тайскую. Почему человеческую? А почему тайскую? Потому что как нормальные люди, чтобы... А почему тайскую? На самом деле, японская, итальянская и американская тоже подойдут. Тайская, итальянская, американская... Халявную. Халявную. Я с... Я обожаю халявную. Самая вкусная. Да, да. Самая вкусная, да. Мы, короче, поняли, что самая вкусная еда, это халявная. Как говорится, и уксус... Сладкий, да. Сладкий, когда бесплатный. Конечно. Почему тайская? Потому что жучки... Акуна Матата? Жучки Акуна Матата. Да. Они орут. Орут. Орут, чтобы слышали все. Все. Слышали все. Когда спят. Ну, опять, на последнем месте это трагедия. А что последнее место вы считаете это трагедией? Это бутылка шампанское. Я заболел мозгобойней, а мозгобойня это неизлечимый вирус. Мама. Энциклопедию читали. Готовились. 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 Книги, музыка. Книги, музыка. Классы. Копал. 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 А что копал? Маме бассейн. Знания. Вау. Может и пиво будет? Мозгобе ТВ берет у вас интервью. Анонимная алкоголичка. Это команде анонимная алкоголичка, да. А сейчас мы подарим пиво уникальному человеку, который участвовал прямо в одном из наших вопросов. Следуйте за мной. У нас есть человек, который легендарно участвовал в очереди в 90-м году в Макдональдсе. Он был последним человеком, который зашел и попробовал. Что вы попробовали в этот день? Это, кстати, пиво, которое я вам обещал за этот неземной поступок. Не зря стоял. Не зря стоял. Чтобы через... Через 20... Наконец-то. Через 27 лет, чтобы получить пиво в гараже на улице Мотор в Лос-Анджелесе. А что же вы заказали в этот день, вы помните? Да, я был перед этим в Лондоне, и там я был первый раз в Макдональдсе. Поэтому в Москве я чувствовал себя в этом Макдональдсе как дома, да. Поэтому я говорил, о, мне пожалуйста, чизбургер и гамбургер. И все, о, что это такое? Вы заказали и чизбургер, и гамбургер? Да, я с женой был. А, понятно. Отлично. Ну и как? Был вкусный он? Ну, святое дело. Надо вот... Снимаем здесь, снимаем здесь. Скажите, что вам понравилось. Мне очень организация ведущей понравилась. Ну, спасибо. Прям так все очень... На высшем уровне. На высшем уровне. Окей, сертификат мне. Я знаю, что после этой игры меня точно пока еще не уволят. Не говорим прощай, говорим до скорой встречи. Встречимся на мозгобойне. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok